привет друзья снова с вами я рудник и продолжаем наш летсплей вторая часть по обновленной версии с кооперативом новый регион у нас здесь мы его в прошлый раз достаточно хорошо так детализировано рассмотрели но некоторые детали я к сожалению забыл упомянуть плюс еще получил некоторые вопросы по но в комментариях первой части летсплея если будете смотреть возник новый кит вопрос опять же не стесняйтесь писать когда бы вы не посмотрели этот летсплей если даже совсем совсем задним числом смело пишите вы свои вопросы я на них безусловно отвечу все что только знаю с поделюсь давайте обсудим наверное самом начале на самом старте то что в прошлый раз я не упомянул то что я вам не отметил кстати говоря я себе забыл включить звук погромче в прошлый раз прошу прощением в прошлый раз я не упомянул важный момент по поводу заданий да как вы видите сейчас задание у меня буквально одно и того которые я взял проходя мимо одну из деревень на самом деле в городе сейчас есть доска заданий я пробегусь и зимой до столицы пиастовии и покажу вам как это доска заданий выглядит как там собственно эти задания берутся ну и в целом что там с ней происходит что там есть бревно нужен топор я же ради этого ветки ты собирал ее моего заговорился вот отлично технологии все здорово все классно помимо того этого момента что еще здесь я не отметил я на всякий случай повторюсь потому что вопрос на эту тему был у меня в комментариях пусть именно работе сетевого режима да здесь сетевой режим аналогичен тому что было в сингок удинности абсолютно тот же самый подход то есть начинает игру условно говоря сервер хвост который будет хозяином игры он по сути открывает эту игру для своих друзей эти ребята к нему присоединяются и уже играют вместе при том что они развивают не свою династию а династию именно хоста сервера самого до того кто создавал эту игру и помимо этого они развивают еще своих персонажей уже непосредственно свои навыки если вдруг хост наигрался сервера соответственно выключается и уже ребята играть так уже не смогут сохраняется опять же на стороне сервера это все лучше если например сервер там стартует игру как вот я сейчас да и кто-то к нему не подключился но он вполне себе может спокойно играть и водяной а его там друзья могут и подключаться отключаться и при этом на работу сервера это сказываться на стабильности его никак не будет это что в части именно нового режима кооперативного имена теперь пару наверное уточнений по игре за женского персонажа мы как-то ну беглая вроде бы как это все тоже озвучивал но тоже стоит наверное уточнить значит у нас появился женский персонаж опять же для него есть тоже редактор внешности для него есть возможность выбрать различные там себе прически и нос и глаза и так далее и в остальном игровой процесс никоим образом не отличается от мужского персонажа точно так же как и с мужским персонажем мы бегаем строимся выполняем там задание зарабатываем репутацию своей династии впоследствии ищем себе половинку и после того как мы уже ее допустим нашли выбрали себе мы смело играем свадебку и можем уже организовать себе потомство детей здесь важное замечание важное отличие что в таком случае с ребенком останется бездействовать папаша вот а за женского персонажа мы как играли так как он продолжать играть да это важный момент важное отличие и к этому надо быть готовым так и больше никаких отличий я лично не для себя не обнаружил все вроде бы как было так и осталось по крайней мере анонсировано этого тоже ничего не было повторюсь на всякий случай для всех заинтересованных что буду я в ближайшей перспективе 7 числа как только-только выпустят полный патч ноут и поэтому патчу поэтому обновлению я тут же подготовлю обзор этого обновления насколько только позволит мне мое свободное время сразу же постараюсь вам это сделать и там уже будет конкретная детализация скорее всего с цифрами опять же если разработчики их предоставят либо если я успею самостоятельно как-то посмотреть и изучить вот но в любом случае ждите на канале пол более полный обзор и кратенький главное особо мысли по древу я там расплываться не буду не то что в рамках летсплея либо стрима в таких режимах игры съемки болтологии это часть игрового процесса что еще интересного рассказать здесь по игре но пока наверное ничего такого особенного я больше не заметил после там первого летсплея продолжая просто выполнять застройку своего но нового поселения пока как вы видите не особо что-то много у меня появилась после вчерашнего предыдущего дня я ничего нового по сути не собрал не строил не делал не люблю когда этот подорожник блин ветки свои раскидывает листья и когда даже вроде отдаленно лежащий камушек он все равно перекрывается этой моделькой вообще очень напряженный такой большой большой интенсивности обновлений вы на этой неделе происходит контента на моем канале должно появиться вплоть до выходных очень много во первых ну понятное дело получил доступ до этой версии медивил динности замечательно контент сейчас вовсю смотрите надеюсь с удовольствием полезно детально и все такое 7 числа выходит уже патчноут по которому будем смотреть все изменения опять же это дополнительный видосик тут же 7 числа выходит в релиз полноценный релиз against the storm опять же там вместе с обновлением которое пока что без патчноутов открыт тоже необходимо будет с ним разобраться тоже его необходимо будет озвучить но это так вам не не жалоба это скорее радость что это все случается это все контент есть все будет что сделать ну блин это все совпало буквально в одну неделю это очень такой интересный период у меня еще настолько напряженного времени не было даже свободу когда я был по сути вечерами свободен и ничем не занят плюс в дополнение к этому вчера опубликовали новости по сингоку динности там вышел второй патч ну вот как раз таки выложили патчноут и выложили ему само обновление по сингоку там уже вышел патч глобальное обновление с фермерством второй части и там мы уже можем но так забегая немного вперед уже появилась автоматизация процессов что на мой взгляд прекрасно просто деталь чего ранее очень не хватало но там есть свои особенности такая небольшая затравочка если среди зрителей будут те кто там следит за сингоку динности буквально там сегодня завтра послезавтра но не сегодня конечно завтра послезавтра планирую опубликовать как раз таки обзор обновления вот так что ждите традиционно утренние публикация подобных новостей она будет очень сильно постараюсь чтобы это было вот буквально только-только так сразу что еще стоит добавить помимо вот этих трех обновлений озвученных да ну летсплей понятно еще под вопросом у меня гайды по новой территории medieval dynasty пока не знаю буду ли я их делать а сам ну вот если так сильно прям вот подумать я вижу только вариант создания анализа карты то есть здесь рассмотреть где я находил тайники например где я находил какие-нибудь шахты с ресурсами и может быть там пробежаться по всей карте собрать и где какие животные обитают и вот эту карту предоставить вам ну опять же это не знаю хватит ли времени но и явное дело что это уже скорее всего если будет уедет точно на следующую неделю кстати говоря пишите в комментариях нужен ли такой гайд или это вообще просто трата времени будет пустая я тогда однозначно им заниматься не буду так осень гок тоже кстати говоря планируется еще материалы причем не один но скорее всего их буду размазывать по времени существенно потому что там функционал меняется механики пересматриваются переделываются и вполне возможно что это потребует от меня некоторого времени просто чтобы дождаться пока механика устаканится либо просто я матчасть разобрал более детально потому что есть некоторые механики которые ну без пол-литра не разберешься ну вот откровенно говоря поэтому так что мне бы вам еще интересно рассказать на самом деле летсплей постепенно переформатировался в анонс но давайте буду возвращаться в нужное русло именно комедий вал династи обсуждать именно этот проект вряд ли он все остальные новости будут интересны всем поэтому про них умолчу да между делом всех приглашаем дискорд канал ссылки будут в описании группа vk если кто-то дискордом не пользуется есть группа vk там тоже есть чатик там те же самые новости публикуются в дискорде единственное все-таки новостей чуть больше потому что там интеграции есть с дискорд каналами разработчиков некоторых издательств таких как топ лиц худут хорс все эти ребята они публикую но их новости публикуются автоматически еще и в соответствующий мой текстовый канал чтобы заинтересованы в их играх тоже были в курсе что происходит так что заходите подключайтесь давайте обсуждать давайте общаться напрямую ну и там же можно копирать кооперацию на тот или иной проект тоже обсудить вот вдруг найдутся желающие сыграть вместе не только медиа в длинности может и в какой-то из других проектов ну ладно это такой мин минутка рекламки было моих информационных ресурсов продолжаем развлекаемся вот наверное стоит тоже занять немножко времени пока ждать на ум ничего не пришло и с тем я вижу что вот по тенденциям развития вот вроде бы есть медиа в длинности вообще кстати топ лиц продолжает буквальным образом с память очень сильно напрягаться на серии дин династии данной этой на жизни своей прямо очень сильно они стригут деньги с этого с этой серии игр при том что каждой игрой занимается отдельный разработчик и как бы качество проекта абсолютно разное вроде бы они схожи друг с другом но понятное дело и функционал расходятся игровой процесс во многом многих проектов вообще по-разному развивается как бы корневая идея то у всех одна и та же но руки ручки разные и успешность проектов абсолютно разная если так заметить вспоминаем вал 2 динности который ну откровенно провальный проект вот даже для инди студии для инди издателя но это прям ну совсем плохая из рук он плохо реализованная штука есть пример медиа в динности до которые ну первый такой серьезный хорошо развитый проект был да у этой компании который прям реально выстрелил и который там многим понравился и мы сейчас как раз таки за ним и наблюдаем мы мы с ним сидим и и мы развлекаемся есть сен-гоку динности которые вроде бы неплох уже в хорошем таком состоянии но функционал в нем ограничен мы достаточно скромно себя там пока можем проявить там ограничен уровень ограничено количество там зданий направлений производств не так много там цепочек производства того же самого и там упор сделан скорее не на ну там атмосфера как и в медиа в динности тоже на первом роли на первой роли но вот на второй роли здесь в медиа в динности все-таки обилие производства было уже да и она дополнялась в первую очередь именно ну и в том числе она не портила антуражик не превращала игру в геморрой тинга кудинности сейчас накидывают в первую очередь еще и декорации и меньше делают упора на красоту поэтому там все-таки успешность проекта она немножечко шатается то есть она вызывает вопросы кому-то нравится этот подход кому-то не нравится этот подход но он такой какой есть так еду еду надо перекинуть и у синго кудинности с учетом тех изменений которые уже запланированные уже там есть которые могут быть анонсированы например на ближайшее будущее проект тоже очень свеж на самом деле я бы так его охарактеризовал потому что у него есть интересные игровые механики у него есть интересный подход к некоторым вопросам отличный кстати от медиа в динности вот как раз таки в части сельского хозяйства то изменение которое они привнесли последние она действительно отличается вот я там сейчас однозначно могу сказать то есть там подход другой назначению рабочих то есть ну там механика все-таки другая но вот хорошая плохая кому-то понравится кому-то не понравится я думаю что у синго кто же будет своя фан-база свои будут любители этого проекта и без развития он оставаться все таки не будет но это как бы мои рассуждения может быть я окажусь прав может быть не прав воде знай так но у нас здесь второй будет дом как только я его смогу построить уже можно будет нанимать сюда первых своих рабочих плюс можно уже начинать искать себе вторую половинку в игре ну и ладно давайте не будем ждать зимы пока у нас еще разгар дня давайте-ка сбегаем до пиастовии и посмотрим что же там у нас за квестовая доска что за хвосты есть и насколько мы можем на них нажиться развиться ну и не забываем опять же вот многие сравнивают напрямую медивил деятельности сен-гогу деятельности тот же самый волос деятельности забывая ну или не беря в расчет очень важный фактор то что медивил деятельности был опубликован уже очень сильно давно в раннем доступе и в раннем доступе он выглядел как очень большая пустышка с пустой беготнёй на своих двоих ногах вы быстрое перемещение появилась вот совсем совсем недавно года два игра существовала где мы могли перемещаться сначала первый там год или полтора только на своих двоих ну год наверное да вот чтобы не набирать по моему первый год мы бегали без каких-либо животных ездовых потом у нас появилась появилась лошадь потом появился осел и вот мы благодаря этим двум животным смогли перемещаться более-менее с комфортом уже это опять же с дополнительной грузоподъемностью сейчас появились новые проекты которые только-только в зачаточном состоянии в которых заложен только фундамент игрового процесса и которым еще до состояния медивил деятельности пахтеть и пахтеть ну посмотрим в каком они состоянии будут через годик-полтора ну во двадцати я думаю что уже мало что спасет потому что но в том так то качество реализации раннего доступа который была запущена но откровенно говорят мне о чем и чтобы его довести до ума ну нужно прямо очень сильно много работать и над игрой над механиками может быть даже над движком ну как минимум вот ты заходишь туда и там неинтересно нету вот там какой-то радости от того что ты исследуешь мир там да потому что мир там пустой мир там неинтересно вот но откровенно говоря здесь мир вроде бы такой расслабляющий да есть какие-то города в городах кипит жизнь как бы она не была заскриптована она как бы есть сенгок удинности тоже есть лагеря они маленькие кстати хороший вопрос который многих наверное возникает а почему вот например так ограничено количество жителей в сенгок удинности почему их нельзя там несколько десятков себе нанять почему вот только там 21 по моему позиции лимит или там сколько порядка 20 или того даже меньше хороший вопрос возможно это ограничение из-за производительности не исключаю но надо этим наверняка будут работать наверняка это будет улучшаться но этот такие ребят небольшие рассуждения может кто-то с ними будет согласен кто-то нет давайте обсудим мне было бы интересно услышать и ваше тоже мнение так где доска объявлений вот она возле как раз таки входа доска объявление здесь костики волки среди нас поохотится с двумя волками поговорить с дирваном получим репутацию и монеты так мост это любовь мост это жизнь доставить витки и получим немножко монет и репутацию вот кстати говоря вполне себе можно это дело выполнить свекольный барон доставить свеклу и охота на кабанов тут денег понятное дело больше так у меня есть уже древнее зло восстает из болота люди должны быть предостережены никто не хочет меня слушать особенно квартир мистер люди должны распахнуть глаза новые похоже на процветленного человека нужно сообщить что конец близок нужно готовиться к худшему не приближаться к болоту понятно нужно местному фанатику помочь донести до людей информацию но не буду я сильно сейчас бегать по квестам сейчас закроем побочное задание на деньгу на денежку и получили репутацию приподняли себе немножечко самооценку тоже и заберем и ресурсики которые остались здесь со старта игры я потому что не все отсюда забрал у меня не хватило грузоподъемности и решил схитрить оставив часть этих ресурсов до лучших времен тут ресурсы не очень ценные добываются легко быстро и без особого геморроя поэтому даже если бы я их по какой-то причине здесь забыл или потерял я бы не сильно переживал ну теперь идем обратно что еще наверное вам стоит рассказать давайте засвечу анонс которые будут в но не анонсы анонс может кто-то не следит за видео там новостной шахты мои рубрики может кто-то просто сюда попал случайно и после этого видео благодаря этой информации станет как раз таки смотрите другие мои рубрики и другие игры некоторое время ранее издатель в лице топлиц продакшнс опубликовал пиратскую династию которая ожидается в начале следующего года тоже в раннем доступе пока по ней какой-то конкретики деталей игрового процесса но вообще не было озвучено как-то будет выглядеть но информации минимум я могу по ней рассказать буквально то что у нас да мы будем из себя представлять сначала мелкого пирата на какой-то мелкой шлюпке у нас будет своя команда которую мы будем собирать на этот корабль впоследствии мы сможем развиваться мы сможем на одном из островов основать свой небольшой поселение которое впоследствии может превратиться полноценную крепость будем развивать свою флотилию будет она состоять из одного крепкого корабля либо там действительно будет целый флот пока вопрос как бы но надеюсь что это все-таки будет так и мне не показалось на что мы сможем там что что-то все-таки делать в дальнейшем нас ждет естественно династийная часть опять же да жена дети и ребятята и вот как какой-то такой контентом будут ли морские баталии надеюсь да будут ли там более активные там экшен составляющие драки возможно но не точно это мы узнаем только на раннем доступе насколько это будет интересен проект с такой стороны вопрос скорее всего он будет только для узко узкой аудитории скажем так потому что вообще серия династии она у себя внутри на мой взгляд содержит вот корневую идею создание семьи и развитие да вот менеджмент поселения все-таки пиратская тематика это скорее вот не привязана к какому-то одному месту не привязана к семьям не привязана к отношениям и менеджменту здесь как бы основная тематика пиратства это экшен это плавание в морях это морские баталии это вот как раз таки вот сухопутных крыс там быть не должно ну по идее вот возможно вы не согласитесь но это мои размышления сейчас что еще после того как появился анонс пиратской династии спустя некоторое время топлив productions вот как раз таки буквально на этой неделе анонсировали еще и фермерскую династию уже вторую часть это уже сиквел это продолжение это уже на проект видимо себя показал достаточно неплохо на уровне ожиданий я с ним не ознакомился не знаю что он из себя представляет видел отдаленным только обзор но не обзора трейлер успел посмотреть ну похоже да на что-то типа симулятор фермера только еще и с функционалом семьи был любителя тоже наверняка найдет от игра и и и и и после фермерской дина пиратской династии в следующем году планировалась еще по моему одна какая-то династия но к своему стыду я забыл какая я сейчас добегу я наверное на секундочку остановлюсь потому что я не успокоюсь пока я не найду информацию об этой династии буквально на секундочку попробую сейчас быстренько найти информацию о нем ну фирм а да вот появилась вампирская династия вот это вообще вызвало бурю вопросов лично у меня потому что вампирской династии вообще ни разу нихрена не бьется с процессом создания семей и менеджментом у меня в голове происходит некий диссонанс как это будет клеиться вообще даже не догадываюсь и даже мне кажется как бы я не напрягался я не представлю какой геймплей в этом разработчики могли туда впихнуть потому что это не впихуемое на самом деле что это будет не знаю но анонс тоже было кстати говоря тоже совсем недавно буквально там недельку-две назад вот прислала прислали рассылку что вот такой вот новый проект трейлер у них cinematic ну чисто такой типа кинематографичный как это будет выглядеть в игре будем только посмотреть в следующем году и меня такое ощущение что не далеко не в середине а скорее во второй половине следующего года хотя точных дат я в этом трейлере не видел и в новости тоже посмотрим к чему это вампирская династия нас приведет но топ лиц дает проект вообще ну вот эту франшизу как только может у них прям станок не останавливается привлекают все новые и новые компании для создания все новых и новых идейных проектов если пиратская династия у меня вызывает ностальгию по игре корсары и очень так интересно было бы просто посмотреть хотя бы на вот это сочетание если у них получится сделать что-то типа корсаров только еще с семьей это действительно это было бы играбельно на мой взгляд то вот с вампирами но это вообще как-то не не знаю вообще даже слов нету чтобы это описать ну как то так так а тем временем у нас стены и кроме одной уже установлены впереди у нас есть там кабаны были сейчас получится мне пару деревьев нет там кабан драться пока с ним я не хочу потому что у меня заколупает как пидать здесь вроде никого нету поблизости рублю сейчас елочку примерно как-то так но медивил династи как был проектом для расслабления в который иногда хочется вернуться если после рабочего дня особенно вообще отлично заходится сидишь слушаешь по природу цветочки и лепеста елочки все хорошо сразу и и на душе спокойно так что такой антистрессовые препараты вы из этой игры однозначный так ну ладно на самом деле время тратить ваши я больше не буду спасибо большое ребят за просмотр подписывайтесь на информационный канал дискорд в к подписывайтесь на дзен youtube где вы меня смотрите следите и за новостями пишите свои комментарии пожелания эмоции все что посчитать нужным я читаю все отвечаю на все и рад любому абсолютно любой обратной связи всем спасибо великолепного вам настроения прекрасной рабочей недели и всего вам доброго пока пока